Круглого стола, кстати, предложена мной, но там появился вопросительный знак. Я так понимаю, что это большое желание примирить вечный спор, нового и старого, и само по себе это прекрасное движение. Но все-таки, если вспомнить, и вот это же глубинное такое свойство развития любого, когда новое отвергает старое, если вспомнить историю музыки, даже наше ближайшее время, время перестройки, то лично я и композиторы это в еще большей степени помнят и знают, я как наблюдатель со стороны, знаю, что люди, которые очень увлеченно стали заниматься современными техниками, были приравнены к инакомыслящим, к таким борцам за свободу, за демократию, и только по одному отелю уже и статус, и как-то выделялись. Если вспомнить еще и историю подальше, о том, что этот спор все-таки непримиримый характер носил, то для меня вот такой, может быть, даже лакомство, такая бумажка, это когда свита Вагнера и огромный его клан, которые смотрели на то, как будет развиваться мощь будущего, как они сражались с Йоханнесом Брамсом, и когда-то я залезла в немецкую прессу, вычитала, что статья начиналась вот именно так. Композитор Брамс разрезает, подобно патологоанатому мертвое тело, и будет голубыми венами, разными оттенками, так, ну, дальше я не продолжаю. Это писал современник Брамса, и Брамс это читал. Вот если иметь в виду это, и... Ну, что-то есть. Если иметь в виду, что современная музыка, я предлагаю давно уже назвать ее во множественном числе, современные музыки, потому что сегодня есть явления диаметрально противоположные, и не по принципу решения вопросов какой-то аналисти писать, а, конечно, они диаметрально противоположны по своему мировоззрению. Я не знаю, может быть, вот для такого начала немножко импровизационного это прозвучит очень страшно, но мне хотелось произнести тут суток из Николая Гердяева, который в одной из статей об искусстве XX века написал «Теперь все нынственные покровы сорваны с искусства, и каждому и всем, как видно, во славу Божию или во славу дьяволу, пишет тот или иной художник». Ну, это не требует ни комментариев, ни продолжения. Конечно, есть свои опасности и там, и там. Когда новизна, подобно декларируемой Штагхаузену, города стерты с лица земли, и надо начинать все с нуля, не оборачиваясь на руины, это, конечно, метафора, и человек, переживший фашизм, имеет моральное право так говорить, но речь идет о радикальном авангардизме, который, в общем, имел намерение на 90 или больше процентов поменять язык устаревшей для них старой музыки. И вот когда уже не осталось ни одного слушателя, который спорит, и так далее, я буду вот просто в продолжении возможной, как, знаете, любимый мной Бродский, как он ведет разговоры, и так далее. И есть другая опасность. Кажется, что установка на традицию – это так хорошо, это всегда так безопасно, но есть опасность наступить в чужие следы, или, как еще хуже говорил Игорь Федорович Дравинский, залезть в грабы к умершим, и так далее, и так далее. И вот мы первую тенденцию на нашем конкурсе, по-моему, не видели, у нас кейджов не было такого нового поколения. А вот, к сожалению, вторая тенденция была, и я думаю, что многие обратили на это внимание, это такое братание с традицией, которое выглядит и как эклектика, хотя эклектика сегодня есть совершенно осознанный и разрешенный стилевой прием, но это другое, когда эклектика и зависимость от чужого, от того, что было, демонстрирует безбессилие творческое, и даже где-то непонимание, вот это другой вопрос. Вот для того, чтобы определиться, я лично для себя беру из... Я не называю сочинения тех, которых мы слышали, то было ранее весной, есть другой род музыки, установленный на традицию, которая очень благоприятна и очень сильна, когда эта связь на уровне алюзии или как-то еще по-другому, родства языка, вот когда она осознана и очень убедительна. Первый пример, который мне хотелось бы привести, я мучилась, по дорогу ехала и все вспоминала, что же это за песня, ой же это Калинушка, да вот в истории корреку крутой, все-таки вспомнила. Игорь Аркадьевич, может быть, это сделал бессознательно. Но вот это сильнейший пример, когда традиция в цикле на стихи Лермонтова у Игоря Геверта работает, не просто работает, помогая нам понять, потому что тут это, возможно, неосознанная приближенность к русской протяжной песне, язык которой не входит в противоречие, а очень слит органично с авторским индивидуальным языком, еще глубже, который является в данном случае проекцией мировоззрения и композитора, и Лермонтова, авторостяков, вот это, конечно, пример. Второй, хотела бы привести Аню Шатковскую, которая сначала на репетиции, как-то слышала, не так поторопилась сделать суждение, что это вот Андрей Руссель или что-то. Вот этот опус «Поток», который тоже выводил на аллюзии с французским символизмом и даже там просто цитатно почти из Турангалилы Мессиана, насколько это тоже убедительно, продумано, и автор имеет право. Хотя тут, конечно, право о правах. Это свобода каждого. Вообще, конечно, любой конкурс по композиции задает вопрос, его очень странно озвучить, насколько композитор свободен. Сегодня мы живем в 21 веке, все средства, уже что можно придумать на вере того, что Кейдж, выливая воду с живой рыбой в рояль, предлагает нам любоваться, как эта рыба, как вода постепенно уходит, как рыба там, агония, производит вот гамму звуков. Что можно придумать? В принципе, ничего. Круг уже замкнулся, можно только повторять. И в этой ситуации, что движет композитором? Как он эту свободу, как внутреннюю свою свободу использует? И насколько здесь есть желание быть модным? Тем более, мы с вами живем во время, когда все на продажу. Что уж там говорить? Крупнейшие европейские международные конкурсы, зря я сказала, европейские, в Японии, я учитывалась иногда в требованиях, они уже ориентируют участников на то, что будет названо мейнстримом, на то, что нужно. И некоторые молодые люди, конечно, без осуждения, говорю об этом, которые хотят себя каким-то образом в этой профессии утвердить. Они идут. Вот. Тщеславие ли это? Еще что-то. Это вопросы другие. Они останутся у каждого, как такие глубинные внутренние переживания. Вот мне очень удобно говорить о современной музыке с позиции Александра Блока, когда он написал статью «Три вопроса русской литературы». Первый вопрос – это что? Вопрос надержания. Кстати, вот коллеги мои, музыковеды очень боятся этого разговора. Они, о-о-о, да, что такое содержание в музыке, чистой звуковой конструкции. Но все-таки нет. Но вопрос этот очень глубокий, интимный. И о нем говорить очень трудно. Ну, с точки зрения примеров. Вот у нас в конкурсных программах прозвучала песенка Александра Типакова «Аленушка мудрее», «Дарюшка усилей». Я наверняка неправильно и даже не озадачилась точно вспомнить этот текст Кирейского, потому что это не важно. Песня ни о чем и одновременно обо всем. Как это бывает в мифологии вообще-то радости материал на земле. И это чудо. И это ни на что не похоже. И это очень сильно. Или, вот я себе записала примеры Ронда Ефрема Подгайца, которая сознательно, совершенно вот эту игровую природу конструкцию выдвигает на первый план, делая как эстетически прекрасный феномен игры, но дает проекцию уже и в план философский, потому что не так уж там все игровое, там и что-то прячется за этим второй и третий может быть какой-то класс содержательный. Вот это такие образцы очень сильные. Второй вопрос как я тоже не могу и не должна говорить обо всем, но записала для себя два произведения, чтобы их противопоставить. Один принадлежит молодому автору, который в мейнстриме наверное, ну таком нашем российском, потому что на запуте это отшумело, Артем Ананьев, который многие помнят Надику Вертова, это сделал, Вертова, точнее, я не знаю, это очень сильно, молодой человек очень увлечен, но он создает концентрированное выражение отрицательных состояний, все равно Ксенакиса останется впереди, ему не догнать по ужасам, вот вспомним Ату или Айс, Ксенакиса, но дело совсем не в этом, не хотела сказать, а не об этом, хотя автор технологически очень даже может. Ну, идут кадры зрительные, когда рушат церкви, падают кресты и так далее, и что делает композитор? Он тоже в душе, он создает такой же содержательный ряд и что в этом, какая в этом добрость. Я подумала, что мне хотелось в это время, чтобы струны запели молитву. Это один пример того, что как опережает и что и зачем. Второй пример это произведение, которое, вероятно, мало на кого произвело впечатление, но мне субъективно очень сильно я вам сейчас объясню. Автор Марина Чистова. Вот эти ее райские птицы. Вот тут возможен первый план такой, как замысла, который сразу приходит на ум. Ну, тем более струнные инструменты сейчас будут заливаться, тут вообще мессиана перепоют, переиграют, стреляют. А там вообще ничего треподобного нет. И там вообще про что-то другое. И там такое сильное пронзительное ощущение одиночества, которое есть питательная среда для творческого я. И вот я очень поверила этому и поняла. Для автора рай и райские птицы это не место пребывания, это состояние души. И вот этому очень даже хочется верить. Третий вопрос, я его только озвучил, отвечать на него и как-то говорить об этом просто неловко и потом о суде кто я имею в виду себя. Но Блок писал о нем, что третий вопрос сверхнаивный и жестокий, который является истинному художнику в самые черные его дни. Это вопрос зачем? Я могу только от себя сказать, что в этом конкурсе я больше чем в половине сочинений почувствовала, что этот вопрос авторы сочинений задают себе и само по себе тоже прекрасно. Вот первый ракурс наших рассуждений, которым я приглашаю наших уважаемых членов жюри и может быть даже и всех, кто пожелает какие-то реплики или высказывания сказать, у нас такой. А второй ракурс это исполнительство, поскольку конкурс такой сложно сочиненный и конечно дай бог, чтобы он и оставался таким. Какие-то нюансы наверно уточнятся, потому что вообще-то наша страна отстает в области исполнения современной музыки, когда на четвертом курсе наши гнесинские пианисты, о калистах я вообще не говорю, это еще более медленный темп, скрипачи, струнники, которые более продвинутые, они только начинают одна треть группы играть, Прокофьева, Шостакович, то есть это конечно караул, это кокоскопа. И вот здесь я хотела вспомнить к Кригорьевичу Стралинскому, который заметил, Бетховену ничего, если его плохо сыграют, он переживет. А если вы показываете сочинение современным авторам в первый раз, что может получиться. И конечно вот та многовариантность, которую мы видели иногда при повторном исполнении окусов, она сама в себе уже прекрасная, она дает возможность подумать, как одинаково записанный нотный текст реализован по-разному. Я вспомнила у Бернарда Шоу есть прекрасное высказывание. Есть 50 способов сказать слово «да». Есть 500 способов сказать слово «нет», писал Бернард Шоу, и только один способ, чтобы записать каждое из этих слов. Так что тут тоже большое поле для раздумий. Я бы от себя лично просто порадовалась совместно с некоторыми авторами, у которых это было очень-то, на мой взгляд, я не знаю, согласятся ли со мной авторы. И вот Владимир Дорошкин как исполнитель носа вашего «да».